Диона, малой спортивной арены. А пока давайте смотреть за тем, что нам приготовили участники Скейт Кеннеда, этапа Гран-при, имеющего второй порядковый номер, Эла Джбальде, тренирующийся под руководством Джессина Данжина и Юки Сато, родом из Москвы, проживает в Монреале, выступает под руководством американского и японского тренеров, ну а папа у него и вовсе из Гвинеи. В общем, самый настоящий космополит. 22 года этому спортсмену и уже через месяц, да меньше, через, что получается, две недели, да, три, две, ему исполняется 23 года. Пока наиболее серьезным, чем он запомнился на серьезных международных соревнованиях, было его участие на первенстве четырех континентов в 2013 году, где он, впрочем, не то чтобы не отличился, но занял лишь 18 место из 24 участников. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Четвертвой у человека, и еще двойной тулук. Ну это ж здорово, да, рукой коснулся, да, отминусуют арбитры, но прыгает. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Невероятно рад сейчас в фигуре. Саваш Бальде. Канада исполнил четверной тулуп. Присоединил к нему еще двойной тулуп. Неплохо выполнил аксель 3,5 лутс. Но, естественно, он вряд ли может рассчитывать на компоненты на уровне Чана. Может быть, разве что на уровне Получана. Сейчас он получит вторую оценку. Но сам факт того, что на домашнем льду при поддержке публики в провинции Антарио... Вот так вот здорово выступил Элач Бальде. Должен вызывать, конечно же, громадное уважение. Совсем не юный этот фигуре. Напомню, ему исполнится 23. То есть вполне себе такой серьезный возраст для больших достижений. Но его большим достижением можно назвать хотя бы вот эта чисто прокатная короткая программа. Попадание, собственно, на этап Гран-при. Понятно, что есть возможность каких-то малоизвестных спортсменов выставлять на домашние этапы у организаторов. Но, тем не менее, не подвел сейчас Юкусата Элач. И мы можем заметить, что вслед за Танзанией, откуда корни, напомню, у Робина Шелковой, еще и Гвинея появляется на карте мирового фигурного катания. Что, оказывается, в Танзании, не знаю, не видел, а вот в Гвинеи мне как-то довелось побывать. Отличное местечко, скажу я вам. Во всяком случае, климат там значительно мягче, чем нам может показаться в таком экваториальном государстве. И зимой там такие вполне комфортные 23-25 и цветут цветы. То есть очень неплохо. Чем-то напоминает южные полосы России, Кубань, Ставрополье. Очень-очень напомнил, честное слово. Элач Бальде на всех языках разговаривает. Помимо русского, французского, английского, я так думаю, еще какие-то у него языки имеются в наличии. И лучший его результат на скейткен до прошлого года – 72 балла и 46 сотых он получил. Занял тогда седьмое место. То есть он второй год к ряду выступает на втором этапе гран-при. И обошел среди прочих... Я вот не очень хорошо помню его выступление. Вообще практически не помню. Но среди прочих он обошел Токахита Муру, который выступает сегодня. И Артура Гачинского, который не слишком успешно начал сезон. Причем Бальде набрал 199,94. У Муры было на две десятки меньше. У Артура на 36 сотых меньше. То есть в полубалле разместилось три человека. Ну, практически как сегодня в спортивных парах в короткой программе. Здорово, конечно, что тут говорить. Безусловно, очень доволен сейчас фигуре с собственным прокатом. Ну и надо дождаться оценок. Так, оценки должны быть примерно сопоставимыми с тем, что мы видели у него в прошлом году. Ну вот и посмотрим, будут ли они выше, либо ниже. Столько же! 72,46 было в прошлом году. 72,35. Ладжа в этом году. Но неплохо, неплохо. Конечно, техническая составляющая значительно выше. Компоненты не слишком высоки. Тем не менее, он молодец. Спасибо. Спасибо. Спасибо, благодарю. Прошли к этому.